Фёдор Шаляпин, Алексей Толстой, Василий Чапаев сегодня побывали в Чебоксарах. Сразу шесть круизных судов, носящих имена известных людей, почти одновременно причалили в речном порту. На одном из теплоходов в наш город прибыла делегация ветеранов Великой Отечественной войны из Волгограда. Участники войны сделали в Чебоксарах большую остановку, возложили венки к вечному огню, посетили мемориальный комплекс лётчика-космонавта Андреяна Николаева в Шоршеллах. У прибывших с других лайнеров программа не менее насыщенная. Туристов по традиции встречали песнями, танцами и хлебом с солью. Побывала там и наша съёмочная группа. Ежегодно в наш порт заходят около 400 туристических судов. Пять пассажирских причалов на набережной города могут одновременно принять до 15 теплоходов. В последнее время путешествовать по Волге становится модно. Кто-то без подобных прогулок уже не представляет свой отпуск. Мы уже не первый год, каждый год ездим, даже на Шаляпине второй раз. Нравится путешествовать, у вас приятно в городе. Три часа, конечно, мало погулять. Но погуляли, хорошо прошлись. Пешеходная была экскурсия, опять в том году в галерею художественную ходили. В этом году просто вот так погуляли. Ну, в фабрику зашли, конфет ваших поели. А вот Валентина Переладова в нашем городе впервые. Ее родители родом из Чувашии, но в свое время переехали жить в Челябинск. Маленькая Валя с малых лет заслушивалась рассказами о крае 100 тысяч песен и вышивок. Побывать на исторической родине удалось только после выхода на пенсию. Я сама Чувашка. И все мечтала о Чебоксаре. Вот посмотри, что за Чебоксаре. Что за Чуваши. Если вы хотите, все равно узнаете свою историю, естественно. Это очень даже мне понравилось. Конечно, очень красиво. Пока впечатление хорошее. Очень. А подарки я купила, да, конечно. Лапти – это самая знаменитая вещь. Вот я Лапти купила. Еще там и заказала. Ну, всем друзьям, как же. Очень даже приятно. Чувашский подарок будет. Любовь к Чувашской земле Валентина Переладова передала и собственной дочке. Гость из Челябинска признается, что кроме знакомства с родиной, преследует еще одну цель. Вот на Чувашку, на Чувашку, жениха, надо найти хорошего. У каждой туристической группы свой маршрут. В основном гости успевают познакомиться лишь с теми историческими памятниками, которые расположены на заливе и набережной. Но и этих впечатлений, по признанию многих туристов, хватает на всю жизнь, чтобы вспоминать с улыбкой неповторимые заволжские пейзажи, панораму церквей, храмов и музеев. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.